Застолье в райотдел. Полицейский спецназ нагрянул на чеченскую свадьбу. Группа Крепышей сорвала аукцион по продаже земель в Белгороднестровском районе. Распустил руки, получил дробью. Жена застрелила выпившего супруга на слободке. В Аркадии загорелся отельный комплекс. Решили заработать на покойниках. Мошенники переписали на себя квартиру умершего пенсионера. Дерево повредило машину на торговой. И заметьте, это далеко не все темы, которые мы подготовили для вас на этой неделе. Вы смотрите криминальный проект «Грань». Темная, неприглядная изнанка жизни нашего города во всех деталях. Поехали! 12 пуль в прямом эфире. Этот сюжет к нам подъехал прямиком из-за океана. В Лос-Анджелесе застрелили известного рэпера в тот момент, когда он вел трансляцию в Инстаграме. Видимо, не зря говорят, что зависимость от соцсети может быть фатальной. Как сообщают американские СМИ, Зираилу Дижону Ривьера убили во время того, как он вел трансляцию, сидя в машине. На заднем фоне слышны частые выстрелы. Затем 21-летний рэп-исполнитель просит у друга помощи и падает в салон. Согласно сообщению полиции Лос-Анджелеса, адмузыкант и активист BLM движения стал жертвой случайной перестрелки. Впрочем, сразу появилась версия мести за осквернение памятника другому исполнителю этого же жанра, застреленному в том же Лос-Анджелесе в 2019-м. Такая вот суровая рэперская жизнь на западном побережье. Впрочем, на берегах Черного моря тоже стреляют. Не так папостно, конечно, но не менее убойно. Разрядила в мужа охотничье ружье. В одном из домов на Слободке семейная ссора закончилась убийством. Из-за чего произошла трагедия и почему все соседи на стороне стрелявшие. Смотрите в следующем сюжете. На корок нажали вы или не жал он? Я нажала. В воскресенье, 11 июля, частный сектор Слободки, улица Агрономическая, возле одного из домов, Стоит сразу две скорых и несколько полицейских автомобилей. На адрес правоохранители приехали по вызову о стрельбе, а обнаружили труп 37-летнего мужчины. Восстановить картину происшествия помогают жители из соседних домов. Он был выпивший, цеплялся к ней. И получается, он направил ружье на нее, а она как-то его вывернула и получается выстрелила в него. Как говорят соседи, конфликты в семье бывали и до этого. Ну, он такое любил, вот он как тиран был вообще в семье. Ну, как бы периодически он ее бил. Сама подозреваемая призналась правоохранителям. Злополучное ружье уже не раз участвовало в семейных разборках. Мол, муж, когда выпивал, угрожал ей расправой. Несколько раз стрелял. То в забор, то в потолок. Выстрелы два я слышала, но я думала, что он просто как бы пугает. И там выстрелы вверх. Но я не знала, честно, что. В этот злополучный вечер конфликт развивался по стандартному сценарию, но все зашло слишком далеко. Повернулся домой в состоянии спьянения, та у распали семейной сварки навев на ней мисливскую рушницю. Женка схопила оружие, та под час борьбы сама натисла на курок. От поранения у груди потерпелый загинув на месте. Супругу погибшего задержали и доставили в райотдел для дачи показаний. Подія была квалификована за частиною первого стаття 119 Криминального кодекса Украины. Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранців підозри у вбивстві через необережність та обороняй запобіжного заходу. За непредумышленне убийство гражданке может грозить от трех до пяти лет ограничения, либо лишения свободы. С учетом того, что в семье двое несовершеннолетних детей, ситуация выглядит еще драматичнее. Правда, соседи заверяют, во всех инстанциях будут настаивать на том, что женщина в этой истории сама является жертвой. Я буду подтверждать, что он ее бил. Все соседи это подтвердят, все слышат. То он ее бил, она бежала все время по улице в сторону магазина, она здесь работает. Я считаю, что она б сделала правильно. Я б то, что сделала. Потому что он постоянно на день издевался. Он был одно время закодиран, не пил. Как бы было нормально. А потом сорвался, все, начал пить и уже, конечно, обижал ее очень сильно. Неподкупный контрразведчик. На минувшей неделе в Одессе задержали гражданина одной из стран Азии, который пытался предложить взятку сотруднику СБУ. Правда, тот перед соблазном устоял и сообщил о непристойном предложении коллегам. Я отримал все грошовые кошки по размеру 1800 долларов США от всего гражданина за надание послуг, а самое прискорение, ответы относительно граждан, иноземных держав, которые сейчас пребывают в стадии отримания гражданства Украины. Как оказалось, недавно получивший украинское гражданство 46-летний, мужчина решил, что отечественные паспорта срочно нужны и ряду его родственников. А чтобы бюрократические процедуры долго не тянулись, пообещал сотруднику управления СБУ в Одесской области, который проверял заявления иностранцев, по 300 долларов за каждое положительное решение, принятое в ускоренном режиме. Кстати, признает он это, не стесняясь. Я давал эти глуши, чтобы решать этот вопрос, чтобы издать положительный ответ. Теперь новоиспеченному гражданину Украины предстоит детальное знакомство с нашим уголовным кодексом. Во всяком случае, часть третью статьи 369-й он изучит детально. Санкции данной статьи предполагают наказание за предложение взятки должностному лицу в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет. Приехал на лето подработать, оказался в СИЗО. На минувшей неделе копы задержали барсеточника. Молодой человек прибыл в Одессу из одной из стран Закавказья, а работал в самом центре города. Правда, при исполнении очередного эпизода парню изрядно не фартануло. За что приняли? За грабежь. За что? За что? Никто такой. Улица Нежинская. В понедельник 12 июля в припаркованном у обочины внедорожнике «Тойота» неожиданно вылетело боковое стекло. С переднего сидения неизвестный схватил сумку владельца машины. С деньгами и документами бросился на утек. Правда, убежал молодой человек недалеко. Через несколько кварталов был задержан. Жалуется, что с ним обращались излишне жестоко. С поличным приняли? А, ненормально меня приняли. Ногами здесь в Беляеве. Ты грабил нормально? Я грабил нормально. А, нормально грабил. Да, уходи. Илья, где проживаешь? Тихо, украл и убежал. Зачем ногами бить? Как будто этого поймали, террористов. Кантон есть. Басумий, город Басумий. Ты проживаешь там? С поличным взяли, да? Ну, не просто так. Говорил нормально, самообращательство. За содеянные на честного грабителя открыли производство по 186-й части 3-й уголовного кодекса. За грабеж ему светит до 8 лет лишения свободы. Впрочем, скорее всего, его депортируют в Грузию. А пока его знакомство с достопримечательностями Одессы продолжится в следственном изоляторе. А вот еще один соотечественник честного грабителя решил идти на дело, вооружившись. 28-летний парень ворвался в торговый ларек на проспекте Небесной сотни с ножом в руках. Запугав 33-летнюю продавщицу, забрал у нее два телефона 14 тысяч гривен и скрылся. Правда, гангстера быстро задержали. При этом на квартире обнаружили похищенные гаджеты. Вполне возможно, что герои двух последних историй встретятся в СИЗО. Кстати, как нам рассказали работники соседних МАФов, нападение на этот ларек было предсказуемо. Сотрудники вынуждены всю ночь держать дверь открытой. В помещении нет кондиционера. В хозы берут детей этих, а потом их грабят. Естественно, блин, ей жарко было, она открыла дверь. Прошу, чтобы они засылывали, не убили. Стоит надеяться, владелец торговой точки извлечет урок из ситуации и не будет подвергать опасности своих сотрудников и дальше. Кортеж из дорогих машин, перекрывающий движение другому транспорту. Дрифт посреди проезжей части под звуки лезгинки. Стрельба из автомата в воздух. Классический сценарий празднования богатой кавказской свадьбы на одесский манер. Правда, в Южной Пальмире ко всему этому колориту добавилась своя изюминка. В виде приема гостей полицейским спецназам. Такое у нас вот завершение чеченской свадьбы. На нас держат в заложниках, грубо говоря. А в автобусе кого? Стретьего женщины сидят вот здесь, вот их держат в заложниках. А кто в автобусе сидит, я не знаю. Ребят позабирали. Фонтанка пригорода Дессы. Возле расположенного на самом берегу залива ресторана «Море» пестрит от мигалок и нашивок на форме силовиков. Бойцы спецподразделений «Корт» и «Тор». Следователи, криминалисты, сотрудники миграционной полиции. Здесь же все руководство ГУНП, патрульки и других смежных ведомств. В самом разгаре масштабная спецоперация с досмотром автомобилей, обыском гостей заведения и проверкой документов. Вы ездили в бардачке данного автомобиля, который мы проводим обыск. Такой неожиданный поворот получился в праздновании свадьбы 24-летнего представителя чеченской диаспоры. А вот, собственно, то, что вызвало такое пристальное внимание силовиков к празднику. Стреть! 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 Нет, это кадры не из Махачкалы или Грозного. Тот же пригород Одессы, окрестности ТЦ Ривьера. Несколькими часами ранее. С такой джигитовкой начинался праздник. Но когда видео начало разлетаться по соцсетям, то поднялась такая волна возмущений на всю страну, что руководству ГУНП пришлось включаться очень быстро. В заведение, куда направилась шумная компания, выдвинулась целая приемная комиссия в тяжелой экипировке. Я вообще просто стоял с товарищем, разговаривали по телефону. И, собственно, сотрудники города подъехали. И без предупреждения начали меня бить в лицо. При том, что я говорил, что мы ничего не сопротивляемся. Если надо, я лягу. Если надо, я встану. Без лишних слов они взяли, ударили и начали бить ногами. Задержали всех мужчин без разбора. Около ста человек, в том числе и молодожена. Их несколькими автобусами отправили в райотдел для детальной проверки. Стрелка с видео тоже нашли. Я, Крамаренко Кирилл Игоревич, приношу свои извинения жителям города Одессы за свое неподобающее поведение. Я искренне раскаиваюсь, предобезуясь больше не выполнять таких поступков. Правда, скорее всего, одним извинением житель Южного тут не обойдется. Особо порушника было установлено. Он затриман в порядке статьи 208 Криминально-процессуального кодекса Украины. Зброю вылучено, и она будет направлена на экспертизу. За вчиненое, человеку загрожают избавление воли от 3 до 7 лет. Дрифтера копы тоже вычислили. Ему выписали админпротокол за создание аварийной обстановки. АПХу отправили на штрафплощадку. Кстати, изъятый ствол оказался не автоматом, а гражданской версией АКСУ – «Вулкан». Касательно еще нескольких единиц найденного оружия ведется проверка. Резонанс инцидента достиг и стен Верховной Рады. Цю ситуацию я тримаю під особистим контролем. И пока не будут виявлены усі участники цієї ОПГ, не только те, кто был затриман, но и люди, которые своими действиями или бездействием створили умовы для такого циничного отношения до наших традиций, законов и норм моралей. Я никому не позволю себе так поводить по отношению до Одессы и жителей нашего города. Бандитского справилия в Одессе не будет. Правда, как стало известно, нардепу после столь громких заявлений сразу начали поступать угрозы. Получит ли ситуация дальнейшее развитие, увидим в ближайшее время. Одесская ноу-хаус, захват аукционов. В одном из офисных центров группа крепких ребят попытались сорвать земельные торги, но их планы, в свою очередь, сорвали правоохранители. Черноморского казачества 115 из офисного центра эвакуировали сотрудников, якобы поступил сигнал о взрывчатке в здании. Мы просто вывели людей и сказали, да, покинуть здание. Дание заминировано, все. То есть в этом плане. Но, как оказалось, проверка саперов не самая резонансная, что в это время происходило в здании. Отряд полицейского спецназа заходит в здание. Около 10 утра очевидцы сообщили о примерно двух десятках молодых людей спортивной наружности, которые в офисном центре попытались заблокировать аукцион по продаже земли в Белгороднестровском районе. В итоге полиция вывела 17 нарушителей спокойствия. У трех из них изъяли перцовые баллончики и нож. Сейчас всем фигурантам дела грозит до четырех лет лишения свободы за хулиганство. К ответственности планируют привлечь лжеминера, если найдут. Около полтысячи патронов, гранаты, запалы к ним и даже два противотанковых гранатомета. Такой необычный клад откопали силовики у опоры одной из транспортных развязок под Одессой. Смертоносный схрон неизвестные оборудовали на клеверном мосту. Часть боеприпасов злоумышленники расфасовали в трехлитровые банки. Как вышли на закладку, силовики не разглашают. Да и задержанных подозреваемых пока нет. По факту открыто уголовное производство по части первой статьи 263. Если фигуранты в деле так и появятся, то за незаконный оборот оружия и боеприпасов им грозит от трех до семи лет лишения свободы. Обокрали покойника. В Одессе правоохранители задержали нотариуса и ее подельника, которые решили присвоить себе квартиру умершего пенсионера, просто переписав на себя доверенность. Схема бесчеловечная, но, как говорят опытные оперативники, довольно распространенная. Это правоохранители пришли с обыском к частному нотариусу, которая подделала доверенность на жилье недавно умершего одинокого мужчины. Доверенность она выписала на своего подельника, благодаря чему они внесли изменения в реестр имущественных дел на недвижимое имущество. В дальнейшем квартиру планировали продать, а деньги разделить. Но все испортили вмешавшиеся правоохранители. На квартиру наложили арест, а предприимчивую парочку отправили в СИЗО. За содеянные им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Пьяный за рулем, без документов, еще и попал в ДТП. За один вечер 36-летний Одессит насобирал себе целую коллекцию админпротоколов. Ну тут, как говорится, спасибо, что хотя бы жив остался. Кстати, да. Угадайте, на какой марке автомобиля поучаствовал во всех этих приключениях молодой человек? Вечер воскресенья, 11 июля. Горбатый мост, съезд на Балковскую. Уткнувшись в рекламный щит, стоит тройка БМВ. Она уже никуда не едет. Столб оказался гораздо крепче старенького баварца. Здесь же и сам водитель. Все нормально. Правда, прибывшие на вызов копы посчитали, что не так уж все отлично. С учетом того, что у водителя явные признаки алкогольного опьянения, а водительского удостоверения нет. В итоге на мужчину составили протоколы по 124, 126 и 130 статьям админкодекса за ДТП без пострадавших, вождение без прав и вождение в состоянии алкогольного опьянения. Выезд в город на все деньги. Вечером в понедельник, 12 июля, на Люздорфской дороге столкнулись легковушка Ауди А4 и паркетник Порш Каен. Как выяснилось, 32-летняя девушка за рулем Ауди пыталась выехать с территории жилкомплекса Альтаир. Пересекла двойную сплошную и врезалась в кроссовер. Обе машины неслабо помяла. Водитель Ауди уехала в больницу на скорой с травмами шеи, руки и сотрясением мозга. 20-летний водитель Порши от госпитализации отказался. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители. Сельское ралли с трупом на финише. Под Одессой двое парней решили погонять по населенному пункту. Правда, на очередном заезде что-то пошло не по плану и нерастаможенный пассат оказался на крыше. Как утверждают очевидцы, виноваты во всем превышение скорости и алкоголь. Я слышу падение столба. Я подумала, что прибил кого-то стол, с перепугу выбежала туда и все еще в пыли, вся машина еще качалась. При город Одессы село Великий Дальник. Вечером, в среду, 14 июня, на одной из тихих улочек жесткая авария. Неостаможенный Volkswagen влетел в бетонный столб. Перевернулся и уже крышей приземлился на забор частного дома. Местные говорят, перед аварией машина несколько раз подряд пронеслась туда-сюда на бешеной скорости. До этого я была в огороде и сильно тормоза пищали. Казалось бы, нет, здесь по пыли как-то вот так вот летели в ту сторону. А потом в обратном направлении, вот я стояла вот здесь буквально за воротами и те же тормоза точно так же начали пищать. И какой-то сильный удар. И я понимаю, что клуб пыли такой большой и сюда прямо во двор. Они летели оттуда, получается. Ну там может скорость была до 150 км в час. В яму удар произошел, колесо бахнуло, начало к юзам вводить. И тут получается как? Бордюр создал им как трамплин. И они положили на столб. Легли на столб и столбом той и так положили. Очевидцы сразу вызвали скорую, спасателей и копов. До прибытия экстренных служб пытались самостоятельно оказать доврачебную помощь водителю. А вот пассажир пассата признаков жизни уже не подавал. Так ли это было или нет, будут выяснять правоохранители. 22-летнего водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в Одесскую областную больницу. В медучреждении у него взяли анализы на содержание в крови алкоголя. Если вину парня в аварии с летальным исходом докажут в суде, то местного шумахера согласно части 2 статьи 286 Уголовного кодекса ждет от 3 до 8 лет лишения свободы. Не менее трагично закончилась попытка погонять по черноморскому казачеству водителя еще одной евробляхи. В ночь с 14 на 15 июня возле Санцеватого переулка Тойота Авенсис буквально полетела к Убаре. Машина несколько раз перевернулась и остановилась поперек проезжей части. При этом сильно пострадал 40-летний пассажир легковушки. Его доставили в областную больницу с многочисленными повреждениями руки. Но конечность спасти не удалось. Ее пришлось ампутировать. Резвый скакун. Проблемный перекресток Семена-Полья-Марсельская. Наша съемочная группа бывает здесь буквально каждую неделю. И вот очередное ДТП. Поперек пешеходного перехода, уткнувшись боком в светофор, стоит жемчужина американского автопрома. Форд Мустанг в кузове Кабрио. Неподалеку на проезжей части стоит его менее статусный собрат по конвейеру. Как утверждают очевидцы, водитель Мустанга проскочил на красный, за что и поплатился пропущенным ударом в бок. В обоих машинах выстрелили подушки безопасности. У одного Форда смяло передок, у другого весь правый бок. Кстати, группа поддержки одной из сторон активно пыталась помешать съемке. Правда, не очень продуктивно. Не, ну вот ты как человек нормальный, вменяемый. У кого-то горе. А ты ходишь и вот это вот. Ну что вы за люди такие пошли? Что за поколение? Авария обошлась без пострадавших. А чуть позже обстоятельства ДТП выяснились во всех деталях. Появилось видео с камер наблюдения. На нем четко видно маневр Мустанга на красный. Ну, теперь водителю придется за пренебрежение ПДД расплачиваться кошельком. Первый пошел. 15 июня в Одессе заступили на службу экипажи мотопатруля. А 15 июля один из мотобайкеров попал в ДТП. На Бунино между Александровским проспектом и Преображенской служебной Сузуки столкнулся с Шевроле Авео. Водитель легковушки утверждает, виноват коп. Полицейский пытался проскользить между двумя машинами. Вот машина, вот полицейский, в той смысле мотоцикл. Правда, по другой версии, именно легковушка подрезала мотоциклиста. После падения байк проскользил по асфальту и зацепил две припаркованных машины. Пилот получил травму руки и был госпитализирован. Еще одно ДТП с участием служебного спецтранспорта произошло на следующий день в Черноморске. В пятницу, 16 июля, на пересечении проспекта Мира и Данченко столкнулись полицейский Volkswagen и Peugeot. Копы утверждают, ехали на вызов со включенными мигалками. Но водитель француза проигнорировал спецсигналы. От удара служебный автомобиль развернуло и вынесло на легковушку Toyota. Вдобавок ко всему еще и задымился движок. Пришлось вызывать спасателей. Несмотря на зрелищность, ДТП обошлось без пострадавших. Два человека погибли в результате крушения вертолета в районе села Зайвая Новоодесского района Николаевской области. Авиакатастрофа произошла около половины шестого утра. Упавший Ми-2 принадлежал частному предприятию, которое предоставляет услуги по обработке полей при помощи авиации. Что послужило причиной авиакатастрофы, предстоит разбираться правоохранителям. Внеплановое купание. Полчаса в штормовом море один на один с волнами у берегов Одесской области провел участник международных морских учений. Как из-за каприза природы операция по захвату превратилась в операцию по спасению? Смотрите в следующем сюжете. Внештатная ситуация произошла на международных учениях Сибрис. На одном из этапов парашютисты, отрабатывавшие десантирование с вертолетов на остров Змеиный, попали в сложные погодные условия. Одного из участников высадки мощным порывом ветром отнесло в открытое море. На поиски бойца бросили все силы, находившиеся неподалеку. Несмотря на четырехбальное волнение моря, порывы ветра до 10 метров в секунду и дождь, прибывший в квадрат поиска катер морской охраны измаильского отряда меньше чем за час обнаружил потерявшегося парашютиста. Тот держался на воде благодаря специальному снаряжению. Бойца подняли на борт, отогрели горячим чаем и доставили на твердую землю. 12 июля Аркадия стала не только центром пляжной жизни Одессы, но и эпицентром происшествий. Около половины восьмого утра дыхающие увидели в воде тело мужчины. Когда его вытащили на берег, выяснилось, погибшему было 83 года. Труп несколько часов пролежал у кромки воды, пока его не забрали соответствующие службы. А после полудня загорелся отель «Портофина». Предварительно нагрелась и взорвалась зажигалка, оставленная на третьем этаже. К счастью, обошлось без пострадавших. Огонь потушили до приезда спасателей. На технической территории, на кровле, очевидно, кто-то потерял под солнцем обычную газовую зажигалку. И, наверное, все знают, что эффект дымочки, там покрытие, гидроизоляционная мембрана, она начала плавиться и издавать тот самый черный дым, который напугал всех окружающих. Но после этого инцидента вскрылась одна пикантная деталь. Как заявил начальник городского газка Александр Авдеев, в отельном комплексе незаконно проводились работы при конструкции технического этажа. Еще в мае провели проверку и выписали штраф в 839 900 гривен. Правда, собственник Портофина с таким решением не согласен и оспаривает его в суде. Только что при мне упал человек с лимности. Утро вторника, 13 июля, курортная Аркадия, улица Педагогическая. Возле одной из парадных в ЖК Лимна слежит тело молодого парня. Выяснить какие-то подробности на месте журналистам активно мешают бойцы скандальной охранной конторы «Зевс». Правда, несмотря на стороне опричника, выясняется, 23-летний молодой человек упал с балкона, арендуемой на 14 этаже квартиры. Якобы до этого сидел во дворе и поругался с девушкой. Насколько эта версия соответствует реальности, сейчас выясняют правоохранители. А буквально на следующий день подобное ЧП произошло на Таирово. На улице Королева с седьмого этажа выпал мужчина. Около 11 часов утра его обнаружили во дворе дома номер 21. Я посмотрела на него, у него уже, ну, цвет кожи уже несовместимый с жизнью. Но он еще, по шоку я видела, прокрутил, но скорая приехала и просто его уже накрыло, потому что, ну... Как удалось установить, роковой шаг мужчина, скорее всего, сделал по собственной воле. Жильцы дома говорят, было это под воздействием либо алкоголя, либо наркотиков. Да и попытка свести счет с жизнью у мужчины уже не первая. А это уже не первый раз. Первый раз он прыгнул и поломал перила и остался жив. А это второй раз он прыгнул. С седьмого этажа прыгал первый раз и живой остался. Да, это один и тот же человек. Он напал здесь на перила, погнул и остался жив. Предыдущий прыжок был около года назад. Как мужчина выжил, упав с седьмого этажа, неизвестно. Но в этот раз ресурс его везения исчерпал себя окончательно. На этой неделе в Одессе продолжили разрушаться дома и падать деревья. К счастью, обошлось без жертв. Но как минимум один автомобиль пострадал. Здоровенная ветка рухнула на припаркованную Тойоту Королу во вторник вечером. Произошло это возле дома на торговой 40. У автомобиля повреждение капота, ствол пробил лобовое стекло. К счастью, в момент падения дерева внутри машины никого не было. На соборной площади упала уже не ветка, а часть дома памятника архитектуры. Деревянные балки, куски фасада и карниза. Обошлось без жертв, однако обломки повредили два кондиционера и балкон. По словам местных жителей, фасад требует ремонта уже около 15 лет. А ветки деревьев, которые упираются в крышу, создают дополнительные проблемы. Зелентресту мы писали несколько лет подряд. Приедьте, спилите ветки, потому что разрушается крыша, затекает фасад. Ракушняк впитывает в себя, доски подгнили, ракушняк намочился. Вот и оно. Это следовало ожидать, этот обвал. Зелентрест пишем, пишем. Бесполезно. Вы с полком писали или звонили. Бесполезно. Кусок бетона огромный, вот на таком 10 метров длиной, вот на таком расстоянии от крыши, он висит на вот этих палочках. За счет них на этой рештовке он держался. И это что, нормально. И вот это, я вчера вечером выходил на балкон и так посмотрел, думаю, не дай бог здесь стоять, зашел вовнутрь. И вот, пожалуйста, с утра это произошло. Эта неделя выдалась богатой на происшествия. Мы рассказали лишь об основных из них. Ну, конечно, ежедневно происходит огромное количество событий, как на грани закона, так и за ней. А если вы стали очевидцем резонансного инцидента, либо обладаете информацией об интересных и актуальных делах, то обязательно присылайте ее к нам на почту. И, возможно, именно ваши данные лягут в основу уже следующего выпуска проекта «Грань». Продолжение следует...